Глава 12. Экспедиция. Костер жадно глодал тонкие ветки, то и дело стреляя искрами. Дрожащий оранжевый свет едва доставал до стен небольшой пещеры за столетие высеченной посвистывающим под невысоким сводом ветром и наполнила ее углы пляшущими тенями. Пещера была одной из многих, которыми пестрили скалы этой части южных пустошей. Только в таких природных укрытиях редкие путники могли укрыться от внезапно налетающих пыльных буль, а также, если им сильно посчастливится, найти воду, сочащейся каплями сталактит или, если удача выбрасывала две шестерки, крохотный ручеек, питающий озерцо размером с чайную чашку. Нередко в таких пещерах можно было обнаружить следы тех, кто находил в них укрытие в прошлом. Чаще всего это были надписи разного содержания и степени глупости, оставленные пони из забредающих в эти края исследовательских экспедиций. Но иногда в самых отдаленных и труднодоступных укрытиях встречались сделанные на стенах примитивные рисунки или следы давным-давно потухших, не знавших огня в последние несколько сотен лет очагов. И совсем редко возле таких очагов можно было найти превратившиеся за столетия в камень или сделанные из этого камня вещи, определенно не являющиеся творениями, гораздо на выдумку природы, но совершенно не похожие на привычные обитателям эквестрии предметы быта. Однако именно эта пещера не могла похвастаться ни тем, ни другим. Она была не глубока, без ответвлений и таинственных уводящих под землю ходов, пол в ней был покрыт толстым слоем мелкого, противно скребущего по чувствительной внутренней стороне копыта песка, зато она была достаточно большой, чтобы приютить на ночь семерых исследователей. Группа молодых легко одетых пони обступила костер, практически замкнув круг, очерчивающий пространство, где им было тепло, весело, комфортно. Рядом с собой они разложили вещи, которым могли и собирались посвятить остаток времени до сна. Земнопони и единорожка достали книги, один из пегасов разложил слева от себя миниатюрную доску для игры в стоклеток и теперь тратил время на попытки убедить другого пегаса сыграть с ним хотя бы один раз. Еще один единорог настраивал музыкальный инструмент, отличавшийся от привычной гитары, изогнутым грифом и наличием только трех струн. Земнопони рядом с ним разложила перед собой лоскуты ткани и порвавшуюся во время очередного лазания по скалам куртку. — Тебе помочь? — спросил у нее земнопони с грязно-серой гривой, листавший страницы в томе энтомологии. — Нет, падок, я справлюсь, — отозвалась кобылка, широко улыбнулась и оторвала взгляд от катушки с нитками. — Тебе не обязательно предлагать свою помощь во всем. — Ты же знаешь, что я сделаю для тебя все что угодно. — Конечно, милый, ты сделаешь, — кивнула Бьюти Мэйн. И, выждав пару секунд, дерзнула потрепать кавалера по гриве. Но ты не забываешь, что и твоя особенная пони не самая беспомощная в мире. Единорог со странной гитарой подергал одну из ее струн и разочарованно прошипел в такт результату. — Все-таки стукнул ее где-то, пока по камням лазил, — фыркнул он. Смирившись с тем, что на ночь глядя ремонт инструмента провести все равно не удастся, единорог перенес гитару к вещам группы, сложенном удальней от входа стенки пещеры. Возле вещей сидел еще один единорог, совсем молодой, по возрасту чуть старше выпускников школы. Для группы, отдыхавшей вокруг костра, он был случайно встреченным спутником. Они заметили его днем ранее в скалах и поначалу не поверили, что юный светло-каштановый жеребец в одиночку исследует земли, где им, компании более взрослых пони, было не по себе находиться. Потом похвалили единорога за храбрость и предложили немного своих запасов. Скриптед Свич от запасов отказался, но на предложение проделать кое-какую часть пути совместно с коллегами-учеными ответил утвердительно. — Свич, что вы там сидите, скучаете? Присаживайтесь к нам! — подозвал случайного попутчика, лидер группы следователей. — Да-да, конечно, я тут еще пару минут! — рассеянно ответил тот, рассматривая свою карту, которая и привела его в эти края. Эта карта была крайне неинформативной, и Свич жаловался, что без нее скорее бы достиг искомого, чем с ней. Целью одиночного похода Свича был древне заброшенный город, название которого не помнил даже составитель карты. В удаленном пустующем месте единорог надеялся найти какие-нибудь сведения о древних пони и необычной магии. Остальные исследователи были не против послушать научные теории и пространные рассуждения Свича главным образом для того, чтобы опять не разводить бесконечные споры о флоре и фауне южных эквестрийских пустошей, ради разрешения которых и была сформирована эта экспедиция. Но пока Свич занимался своими делами, группа опять начала разбирать знакомые вопросы. — Тех существ никто сегодня не замечал? — спросил лидер группы. — Не показывались. Почти в унисон ответили братья Пегасы, на долю которых выпадала основная часть наблюдательной работы. — Бррррр. Единорожку с книгой аж передернуло от воспоминаний. — Они такие жуткие на вид. Особенно их королева. — Мы, кстати, так их и не назвали, — отметил один из пегасов. — И у них не поинтересовались, как они себя увеличают. Легкий ветерок качнул пригасшее пламя костра. Молчаливый пегас подложил в огонь еще немного сухих веток из того ограниченного запаса, что группа несла с собой. Последнее дерево на своем пути они повстречали три дня назад. В ближайшее время отсутствие топлива для костра должно было превратиться в серьезную проблему. — Преображающийся пони? — предложила Бьюти Мэйн, перекусывая нитку для будущей заплаты. — Они вообще-то пони? — спросил падок Уайлд. — Я бы их классифицировал как насекомых. По виду так точно. Он покосился в сторону выхода из пещеры. За ее пределами была темная непроглядная ночь, которая не позволяла любоваться красотами оранжево-алой пустыни. Но его интересовала не темнота, а протянувшийся от входа странный узор, похожий на застывшие волны или скорее миниатюрные дюны. Словно что-то раздвинуло часть покрывающего полу пещеры мелкого песка и переместило его поближе к группе. Пламя костра качнулось еще раз. — Ну конечно же это ветер! — догадался Уайлд и прогнал тревожные мысли прочь. — Гибридное у них строение! — кивнул лидер группы Тейлблейз, тоже специализирующийся на залоге. — Как будто к обычным пони добавили все эти черты, которые свойственны жукам или мухам. — Это как раз укладывается в одной из тех теорий, которыми с нами поделился наш уважаемый скрипт от Свич, — добавила единорожка с книгой. Были пони, стали вдруг не пони. Стали они какими-то хамелеонами. — Хамелеонные пони! — предложила идея Бьюти Мэйн. Трейлблейз улыбнулся и отрицательно покачал головой. Ему такое наименование в официальные учебники вносить не хотелось, но собственных идей у него пока что не было. Остальные исследователи тоже хранили молчание. Были слышны только треск костра, шелестящий шепот песчинок под копытами пони и странный, едва различимый присвист, доносившийся откуда-то сверху. — Нет, тут надо будет еще подумать, — сказал Трейлблейз, придвигаясь чуть ближе к костру. — Главное, что их королева разрешила нам беспрепятственно передвигаться по пустошам. Я очень волновался, что на встрече с этими существами наше путешествие и закончится. — Они нам разрешили ходить по пустошам, это да, — перебил его под Куайлд. — Но я все равно считаю, что мы должны быть осторожными. Мы не знаем намерений этих существ. — Ёлки! Да мы вообще ничего не знаем об этих существах! — Успокойся, милый, — попросила Бьюти Мэйн. — Успокойся, — передразнил ее Уайлд. — Их в разы больше, чем нас, и все они владеют какой-то магией. Во всяком случае, рога у них есть, это точно. В случае, если они что-то против нас задумают, мы никак их не остановим. — Мы тут в меньшинстве. Далеко от собратьев сражаться не умеем совершенно. Мы идеальная добыча! — Хватит драматизировать, Уайлд! — предостерег Пегас, подловивший брата на ошибки на игровой доске. — Не все твари, живущие в пустошах, что-то против нас замышляют. — Вы, как эксперт, могли бы сделать вывод о возможном рационе данных существ? — поддержал Трейблейз. — Их челюстной аппарат вообще не приспособен для пережевывания грубой пищи. Да, есть острые зубы, но сомневаюсь, что силы их сжатия хватит, чтобы прокусить даже нашу одежду. — Ой, не успокаивайте меня! — буркнул падок Уайлд, отползая от костра. Упоминание об одежде навело его на мысль, что было бы неплохо накинуть что-нибудь. У нынешней ночи не имелось ни одной причины быть теплее предыдущих. Заодно Уайлд планировал подыскать теплую накидку для Бьюти Мэйн, занятую посильной починкой походной куртки. Бьюти Мэйн примерила куртку и обнаружила вторую проеху под рукавом. Со вздохом взяла вторую темную ленточку, приложила на место дыры. — Ох, и быстро же эта штука превращается в лохмоти! — пожаловалась она. Падок Уайлд согласно кивнул и на секунду опустил взгляд. Секунды хватило, чтобы мирный тихий отдых стал кошмаром. Взметнувшийся песок практически загасил пламя, оставив лишь красные лоснящиеся угли и крохотные желтые язычки, больше не освещающие пещеру, но наполнившие ее хаотичной пляской жутких теней. Тихое шипение, доносившееся неизвестно откуда, превратилось в яростный присвист. Нечто громоздкое и мощное оттолкнуло пегасов, веером разбросав фигурки с их доски. Но это было только началом. Неведомая сила подняла в воздух сдавлено пискнувшую кобылку, выронившую куски темной ткани. Бьюти Мэйн висела в воздухе, пытаясь пошевелиться. Ее словно охватывало нечто невидимое, но материальное, очень сильное и причиняющее боль. Падок Уайлд забыл о том, как пони моргают и как дышат. При исполнении ужаса он наблюдал, как его особая пони в паре метров над землей бьется, пытаясь вырваться из чьих-то невидимых, но жестоких объятий, как она борется за свою жизнь. Всего одна секунда потребовалась, чтоб осознать, ей больно. И дальше падок начал действовать, без логики, без раздумий. Единственной оставшейся у него мыслью было спасти любой ценой. Он помчался к Бьюти Мэйн, расшвыривая копытами вязкий песок. Это был очень резвый старт, но и очень короткий забег. Мощный удар, пришедший от невидимой, жесткой и одновременно податливой на ощупь пружины, пришелся ему в грудь, не просто погасив инерцию бега. Этот удар вышвырнул Уайлда прочь из пещеры через широкий зев входа. Земнопоний вылетел в темноту пустыны ночи, грузно шмякнулся на камни неподалеку и потерял сознание. Следующим из оцепенения вышел Трейблейдс. Он тоже поднялся на ноги, но задействовал свое оружие против неведомых сил, магию. Луч бежевой энергии ударил в воздух совсем рядом с Бьюти Мэйн. Он должен был задеть то неведомое существо, которое удерживало пони усиливающейся хваткой. Но магия повела себя неожиданно. Она собралась в клубящееся облачко и закружилась вокруг чего-то, становясь все темнее и темнее. Через три оборота магия распалась на несколько черных лучей, ударивших в разные стороны. Один черный луч подбил едва поднявшегося в воздух Пегаса. Крылья замерли на подъеме, и он рухнул вниз. Его брат еще не успел оторваться от земли, когда по нему пришелся удар. У Пегаса подкосились ноги, и он неподвижно замер на песке. Третий луч пробил наспех поставленное защитное поле, которое пыталась создать единорожка, и поразил ее в сердце. Только у Трей Блейза хватило сил, чтобы отразить этот удар. Бежевая сфера защитной магии пошла трещинами, но выдержала. Черный поток, наседавший на нее, подобно легкому дыму, развеялся. Трей Блейз помедлил мгновение, чтобы взглянуть на остальных. Они лежали неподвижно. Не трепет ресниц, не движения, пусть самого легкого, груди или боков. Трей Блейз посмотрел на Бьюти Мэйн, все еще висевшую неподвижно над песком. Она силилась сделать вдох, но сдавленная неведомым противником не могла этого сделать. Ее глаза, из которых от боли или от ужаса стекли слезы, закатились. Лишь после этого сила, сжимавшая ее, позволила безжизненному телу упасть на песок. Огонь костра нашел себе пищу, и в набирающем силу свете ужасная картина постепенно начала обретать краски. Трей Блейз остался один на один с неведомым и невидимым врагом. И его единственной надеждой был магический барьер. Единорог вложил в него все силы, попутно заметив краем глаза, как примялся песок вокруг защитного поля. Словно нечто большое и тяжелое обернулось вокруг его мерцающей крепости. И вот последовала решительная проверка на прочность. Магический шар сдавило со всех сторон. Неумолимо и одновременно. Защитное заклинание продержалось считанные секунды. Потом невидимая сила заключила в несущие смерть объятия самого заклинателя. Скриптед Свич осторожно выглянул из-за груды сумок, сложных вокруг стенки. Он увидел, как последний из исследователей безжизненно падает на песок. А потом чудовище, сотворившее этот кошмар, решило себя показать. Свич с ужасом, но и с какой-то долей восхищения рассматривал только что за считанные секунды убившую шестерых пони гигантскую змею. Головой тварь едва не задевала потолок пещеры. У существа была вытянутая, как у пони морда, и три черные гривы из сальных волосков, две из которых росли из нависающих над желтыми глазами надбровных дуг, постепенно переходя в основную, тянувшуюся от темени. Во всем остальном это была лишенная ног и теплоты тела рептилия, предпочитавшая прятать свой безобразный облик за покровом пустоты. Даже сейчас она проявлялась лишь на половину, оставив хвост невидимым. Свич высунулся из своего убежища несколько дальше, чем следовало. Изогнутая гитара, небрежно положенная поверх прочих вещей, пришла в движение и повалилась на бок, возвестив о своем падении стуком и тихим звоном струн. Светло-каштановый единорог зажмурился и проклял себя последними словами. Когда он открыл глаза, то увидел ровно то, что и ожидал. Привлеченная шумом гигантская тварь, жуткая помесь змеи и пони смотрела в его сторону. Но нападать не спешила. Она уже обеспечила себя хорошим ужином. Теперь она могла отдохнуть и потратить время на разговор с существом, не представлявшим для нее никакой угрозы. — И что ты будешь делать? — поинтересовалась она на вполне понятном эквистрийском, пусть и наполненном присвистом и шипением. — Ты будешь бежать или атаковать меня? Свич не мог оторвать взгляд от покачивающейся из стороны в сторону головы с жуткими почти треугольными глазами. — Не думаю, что мне поможет то или другое, — писнул он. Змея усмехнулась. Похоже, ее удивило и позабавило то, что он нашел себе силы ответить. — О, ты не глупая, копытная, как я погляжу! Почти ласково произнесла она, сворачивая видимую часть тела в кольца и укладывая голову поверх них. Вот только ласковость эта была ширмой. У Свича не имелось ни малейшего сомнения, что как только чудищу надоест развлекать себя разговором, его не слишком длинная жизнь единорога-гения закончится. — Почему же тогда твой разум завел тебя в эти губительные места? Свич понятия не имел, какие ответы продлят ему жизнь, а какие поставят в ней точку, но решил, что напоследок лучше не отягощать совесть враньем. — Я искал следы старинной магии, — пролепетал он, наблюдая, как раздуваются ноздри огромной рептилии. — Мои исследования посвящены преобразованию материи. Я слышал, что как когда-то в прошлом в этих местах умели колдовать и зачаровать даже пони. Свич обреченно пригнулся, потому что змея резко приподняла голову, но она лишь зашипела, трепеща узким раздвоенным языком, а потом и вовсе разразилась тихим утробным смехом. — Ты искал такие чары? Они тебя интересуют! — спрашивал рептилия, и Свич готов был поклясться, что расслышал в ее голосе нотки удивления. — Разве тебе не сообщили, что это темнейшая магия, которую только можно себе представить? — Взять нечто живое и превратить его в ужасное на вид порождение больной фантазии. Если магия подобна гончарному делу, то эти заклинания равносильны тому, что гончар берет прекрасную вазу, растворяет ее в воде и из полученной глины создает... Змея запнулась, подбирая слово. — Мусор! — Суть в том, что прекрасную вазу обратно уже не получить. — Для чего ты искал столь жуткую магию? Свич нервно сглотнул. Он не готов был изъясняться на языке таких аналогий, а существо явно ждало ответа. — Возможно, подобные заклинания получится использовать как-то иначе, чтобы залечивать раны или сделать стариков молодыми. Но совсем, а не как другое заклинание, которое делает это на короткое время. Змея потихоньку начала разворачивать свои кольца. Свич с ощущением полной безнадежности своего положения отметил, что в длину туловище монстра растягивалось метров на двадцать. Шестнадцатилетнему жеребцу, ростом метр с рогом, тягаться с таким противником было попросту невозможно. — Мне нужна твоя магия, — принесла змея. — Немного твоей магии. — Что? — опешил Свич. — Соклинание! — потребовал монстр, подползая ближе. Свич зажмурился и осветил вспышкой магии пещеру. И даже через закрытые веки понял, что его магия куда-то ушла, а свет ее угас. — Смотри! — потребовала змея. И Свичу нехотя пришлось подчиниться. Он увидел, как остатки его заклинания исчезают в густом черном облаке, которое висело перед мордой монстра. Это облако бурлило и постоянно меняло форму, безудержно вращаясь вокруг своего центра. — Смотри! — повторила змея, направляя облако в сторону безжизненных тел членов исследовательской группы. Облако подплыло к Трейблейзу, коснулось его. Затем растеклось по телу единорога, хотя выглядело это так, что оно втянуло его в себя и забурлило еще активнее. — Живым я его не сделаю, — прокомментировал змея. — Но я сделаю его красивым. Черное облако развеялось. Скриптед Свич оказался в силах смотреть на красоту всего одно мгновение. Потом он отвернулся, не в силах скрыть отвращение и ужас. — Ну что же ты, исследователь? — усмехнул чудище. — Я показала тебе магию, которую ты искал. Разве она тебя не впечатлила? — Не такое, — выдохнул Свич. Фразу «Не такое заклинание я искал» вымыл ведь полностью он не смог. — Несбывшиеся мечтания, — прошипела собеседница. — Ох, мне это тоже знакомо. И ты должен понять, моя магия несовершенна, и я лишь тренируюсь. С каждым разом получается все лучше и лучше. — Когда ты убьешь меня? — внезапно спросил Скриптед Свич. Увидев воочию действия чудовищной магии, поиском которой он посвятил свою недолгую жизнь, Скриптед Свич осознал одну простую вещь. Его исследования, его мечты были бессмысленны. Нет, не бессмысленны. Преступны. Такую магию нельзя было изучать. Ею нельзя было пользоваться. Ее нельзя было обратить ко всеобщему благу. Он гонялся за призраком того, что считал надеждой и спасением, но нашел лишь ужас и кошмары. Его одиночный поход завершился. Продолжать в этой жизни ему было нечего. Оставалось лишь встретиться с неизбежным. Он сделал шаг навстречу этому неизбежному. И неизбежное вдруг отшатнулось. — Зачем так отчаянно искать того, что так пусто? — зашевелила узкими сухими губами рептилия. — Поверь мне, я знаю, как ощущается смерть. В ней нет ничего приятного, ничего хорошего. Неужели тебя больше не манят чары, преобразующие материю? — Нет, — твердо произнес скрипт от свитч. — И не существует никаких других мечтаний, которым ты стремишься. Змея будто бы нарочно задавала именно те вопросы, ответ на которые крутился у свитча в голове. — Есть один проект, но он — его не осуществить. — То, что ты увидел минуту назад, тоже считается неосуществимым. Ты бы не поверил, если бы кто-то рассказал тебе о моей магии, верно? Так вот, не спеши отказываться даже от своих самых фантастичных мечтаний. Могу я услышать? Тварь помотала головой, словно вытряхивая из нее какие-то определенные мысли. — Нет, можно сделать еще проще. Будь добр, поделись со мной еще толикой своей магией. Это была такая вежливая и такая властная просьба, такая отчаянная и требовательная. Змея не могла творить собственные заклинания, хотя каждая из ее чешуек была подобна рогу-единорога. Но ни одна не создавала магию. Ей была подвластна лишь заемная энергия. Лишь созданная кем-то другим магия слушалась ее, превращалась по ее желанию в черные нити и облака. Вот и сейчас она перехватила магический подарок свитча, перекрасила его и бросила обратно в единорога. Тот в очередной раз решил, что на этом его история завершится, но темная магия перед самой его мордой расщепилась на два потока, втянувшихся единорогу в уши. Его голову пронзила нестерпимая ослепляющая боль, но через долю мгновения она прошла, не оставив после себя даже отголоска. «Теперь ты слышишь меня. Слышишь мой голос!» прозвучало в его голове. Змея даже не шевелила пастью, но дрожащий единорог слышал ее слова. «Да», — ответил он. «Ты будешь меня слышать, даже если я буду очень далеко», — сообщил голос. «И всегда сможешь позвать меня. Позвать меня по имени. Я ламия». «Хорошо». «А теперь подумай о той мечте, которую ты собирался воплотить, о том проекте, который ты еще не реализовал», — потребовала змея. Свич подчинился и тут же получил восхищенный ответ. «О, это будет забавно. Я надеюсь, что это можно сделать, потому что я страстно хочу видеть этот механизм в действии». «А я еще не все продумал», — признался скрипит Свич. «Не переживай за это, мальчик мой. У нас будет время все продумать. Я прожила много сотен лет. Проживу еще столько, сколько тебе понадобится, чтобы создать этот механизм. Нам некуда торопиться». «Но в одиночку собственными копытами я не смогу это сделать». «Учись говорить мыслями», — попросила Лами. «Я знаю, что ты собираешься сказать до того, как ты открываешь рот, так что ты лишь растягиваешь свой ответ. И я думаю, что помогу тебе в работе над этим проектом. Решу некоторые магические задачи, поделюсь многовековым опытом, подчиню для тебя каких-нибудь пони, которых мы сможем использовать». «Здесь, в пустошах, мы ни над каким проектом работать не сможем», — размышлял Свич. «Он старался отогнать краешку сознания мысли о том, насколько он боится Ламии и насколько не уверен в своем проекте. А также хотел спрятать искрящуюся радость от понимания того, что его жизнь сегодня не завершится». «Рассумно», — кивнул змея. «И мы уйдем отсюда. Двинемся на север, где будет больше простора для творчества. Но не сей момент. Мне нужно поужинать. Я голодна». Ламия медленно подползла к одному из лежащих на песке тел. Скриптецвич старался не смотреть в ту сторону, ничего не видеть и не слышать. Но отражение чужих эмоций в голове и беспощадная логика заставляли его понимать, что происходит у него за спиной. В отчаянной попытке отрешиться от мерзких мыслей, свитч стал разбирать запасы, перекладывая еду и воду в свою сумку. Другим членам исследовательской группы они были уже не нужны. Паддак Уэлт пришел в себя. Свет поднявшегося солнца упал на его морду, опалив жаром и вернув сознание в тело. Уэлт попытался понять, где он и как здесь оказался. Видимо, остановивший его разбег удар, выбросил зоолога из пещеры, и он уже без сознания скатился по склону. В итоге он оказался внизу, полузасыпанный песком и мелкими камнями. Большой плоский камень, увлеченный спущенной катящимся пони небольшой лавиной, едва не раздавил его, но в итоге остановился, нависнув подобно крышке стола. Или гроба. Уэлт попытался подняться на ноги, но тут же рухнул с сиплым стоном, ослепленный, вспыхнувший в груди болью. Какое-то время он лежал неподвижно, втягивая горячий воздух широко раскатым ртом и чувствуя, как он скребет по пересохшему горлу. Судя по всему, у него были сломаны ребра. Одно или несколько не имело значения. Отдышавшись, он попытался выползти из-под кучи камней. Вытаскивать себя падоку пришлось короткими рывками, отдыхая после каждого и ожидая, пока рассеется рождаемая болью алая пилена перед глазами. Наконец он выполз из-под завала и камня, закрывшего от него вход в пещеру и скрывшего его самого от глаз, что совсем недавно бросили голодный взгляд окрест, но не заметили ничего, напоминающего добычу. Впрочем, Уэлт не мог этого знать. Поднявшись на дрожащие, подгибающиеся ноги, он смог окинуть себя взглядом. Шерсть была забита песчаной пылью, та же пыль запеклась на многочисленных порезах, полученных им при падении. Все тело болело и наверняка было покрыто синяками, пока что невидимыми под грязной шерстью. И нужно было что-то сделать с почти превратившейся в лохмотья курткой. Куртка! Мысли падоком и ментально возвратились к событиям прошедшей ночи. Он дернулся к пещере и едва не рухнул. Ребра отозвались протестующей, раздирающей нутро и вызывающей желание выть болью. Пришлось идти медленно, едва переставляя ноги, подобно столетнему старику. Непродолжительный подъем ко входу в пещеру превратился в немыслимое испытание, но падок выдержал его. Он шел вперед с робкой надеждой. Он шел вперед в ожидании чуда. Он шел вперед ради нее. Чудо не произошло. Надежда умерла. Уэлт вошел в пустую пещеру. Костер давно прогорел и даже не дымился. Сумки в дальнем углу были раскиданы, из некоторых были полностью вынуты вещи. Никого из исследовательской группы видно не было. Ее не было. Падок все еще шел, взрывая копытами беспорядочно перемешанный песок, на котором среди других следов выделились глубокие борозды, оставленные огромным и безжалостным существом. Уэлт их не видел. Его сознание их игнорировало. Все, о чем Земнопоний мог думать, это о том, что ее сейчас здесь нет, что Бьюти Мейн пропала, что его не было рядом с ней, когда она нуждалась в его помощи. Он мог думать только об этой потере, упрекать только себя. Копыто поддела, почти засыпанной песком, длинный лоскут черной ткани. Падок поднял тряпицу и несколько минут не мог отвести от нее взгляд. Кусочек ткани, с которого тихо сыпались песчинки, напоминал ему. Обвинял его. Показывал ему, что вот так в один момент все светлое, что могло быть в его жизни, способно исчезнуть. Падок Уэлт сел на песок. Не отпуская тряпицу, он затрясся в беззвучном плаче, посвященном своей беспомощности. Песок одна за другой увлажнили капли соленой воды. Прошел час, а может быть и день. Ребра снова напомнили о себе. Резкая боль заставила земнопони поднять веки. Заставила его вспомнить предшествующие события, подумать и сделать, как ему казалось, однозначные выводы. — Преображающиеся пони! — прыгнул он. — Пустили нас к себе. Разрешили ходить по своим землям. Пообещали, что не тронут. Вот она, цена их обещаний. Он бережно расправил черную полоску ткани и повязал ее на левую переднюю ногу. — Вот оно, их гостеприимство! Так они поступили с нами! Так они поступят со всеми! Он яростно мотнул грязно-серый гривы, и в его глазах вспыхнул огонь. Огонь одного простого желания. Выжить любой ценой. Найти. Отомстить. Уничтожить их всех. — Я... Я им не позволю! — Нет-нет-нет-нет! Не позволю! — бормотал Уайлд. Ему было наплевать, что его никто не слышит. Ему на многое теперь было наплевать. Я найду способ их остановить. Я предупрежу всех. Все, все узнают про эту угрозу! Они невидимые. Они злые. Они всех нас уничтожат. Их надо уничтожить первыми! Он вытряхивал все вещи из полупустых сумок, собирая незначительные оставшиеся запасы продовольствия. Основную часть запасов, как отметил Уайлд, уже забрал кто-то более расторопный. Наверняка это были они, ненавистные ему твари! Остатка хватало одному пони на несколько дней пути. Воды про запас не было вовсе, хотя нашлась пустая фляжка. А со сломанными ребрами идти быстро падок не мог. Боль изматывала его. На его счастье, на лекарство в переносной аптечке никто не покусился. Потратив несколько часов на то, чтобы обработать порезы и, главное, как можно туже перебинтовать грудь, на изготовление головного убора, призванного защищать от пустынной жары, на собирание в карманы куртки всех полезных мелких предметов, Уайлд неверный поступь и вышел из пещеры. По запомненным приметам, он определил путь, к которым вчера шла веселая и жизнерадостная группа пони, и двинулся в обратную дорогу. Усталость, боль, голод, жажда все это он собирался игнорировать, пока будет возможно. Он твердо решил, что дойдет, даже если в момент возвращения поддерживать в нем дух будут только жажда мести и ненависть. Он вернется в Эквестрию, а потом сделает все необходимое, чтобы уничтожить мерзких тварей. Дрессер Чкиур разблокировала замок и вошла в белое помещение, вмещавшее одну кровать, один сантехнический комплект, одну тумбочку и одного обитателя. Земнопоний с грязно-серой гривой сидел на своей лежанке, повернувшись к двери спиной. Его белую больничную пижаму дополняла изрядно выцветшая черная ленточка, обмотанная вокруг левой передней ноги. Уши жеребца активно двигали, слове малейшие звуки, исходившие из-за прозрачной стенки, для открытия которой требовался еще один ключ. Изумрудная зеленая пони как раз крутила связку с ключами в поисках нужного. — Доброе утро, Уайлд! — произнесла заместитель главврача Стейлбриджа. — Как я могу вам верить, что сейчас утро? — глухо ответил пони. — Я в этих стенах не наблюдаю хода времени. Здесь нет ни солнца, ни луны. Только мое дыхание и мои мысли. — Увы, но других условий мы вам предоставить не можем, сообщила Кьюр, держа магии нужный ключ у белой замученной скважины. По крайней мере до тех пор, пока не диагностируем, что ваше психическое состояние улучшилось. Врач выжидала какое-то время, преодолевая нежелание открывать защищавшую ее от возможной агрессии дверь. Кстати, сегодня мы пробуем новую методику. Я отправлю ваш разум в состояние, в котором он будет сам анализировать собственные беспочвенные страхи. Земнопони вскочил с кровати с такой силой, что если бы койка не была привинчена к полу, то она опрокинулась на бок. Падок Уайлд буквально бросился на дверь, заставив Кьюр отпрянуть. — Беспочвенные страхи! — прорычал он, прожигая врача взглядом. — Эти твари придут за вами, а вы их даже не увидите! Они подкрадутся и убьют вас всех! Вы не увидите их, вы их не остановите! Вы помешали мне их остановить! Вы обрекли себя на смерть! Падок Уайлд, выплеснув ярость, обессиленно сполз по двери на пол. Связка ключей Кьюр медленно попала к карману ее халата. — Что ж, сегодня вы явно не в настроении. С легким разочарованием заметила она. — Попробуем начать новое лечение завтра. Просунув под нос завтраком в специальную щель в двери, она направилась прочь из ЛК-19, печально качая головой. Да и уши долетали причитания, которые Падок Уайлд бесконечно повторял в своих индивидуальных апартаментах. — Глупцы! Вы все погибнете! Они уничтожат вас всех!